И так, всем привет ребят, с вами Император Прайм. В общем, решил заснять видео именно по игре The Crew, в основном тем, которым она, например, досталась в честь 30-летия Ubisoft. Вот, ребятки, и в конечном результате я хотел бы предоставить, я сам смотрел очень много интересного, в плане того, как прокачать тачку, как что-то, уровень поднять и тому подобное. Поэтому в краткости хотел бы показать все привилегии, вот, со своей стороны, как по-быстрому все это сделать, куда что потратить и тому подобное. Потому что изначально все равно, не сначала все правильно понял и до конца не туда, куда надо потратил. Потому что, чтобы не было ошибок, я в 2017 как раз году снимаю этот новый ролик, потому что много пересмотрел, и некоторые моменты просто рассказывают какой-то бред, на самом деле. Итак, в первую очередь, с чего же все начнем? Наверное, начну с того, что когда вы купите игру, у вас вот здесь вот будет, вот видите, 13 кей-кей. Это у вас будет изначально и, по-моему, 150. Вот, это как бы можно сказать голда, то есть, к примеру, реальные деньги, которые можно будет потратить или на тачку, или на еще что-то, но не стоит тратить, потому что деньги и так можно будет потом заработать, и это смысл просто нет. Поэтому изначально переходим, ребята, к перкам, потом к тачкам и к всему по подробности. В первую очередь, это перки. Находимся мы в штабе, я уже пооткрывал перки. Вот, кто-то говорил, типа, в обзорах некоторых, типа, типа, не проходите сам сюжет, сюжетную линию. Ну, а как, если вы не пройдете сюжетную линию, вы не откроете вот этого, Гарри, Амара, Роксану, Винсета, вот этих, короче, всех чувачков и чувишек, да? Вы не сможете открыть и не сможете воспользоваться вот этой всякой фигурой. На самом деле, в принципе, проходить там сюжетную линию довольно, в принципе, быстро. Я бы не сказал, что прям долго. И довольно интересно и не надоедает. При этом у вас появляются очки опыта. Вот, ребят, у меня их сейчас в данный момент 78. Вот. Ну, я изначально потратил вот эту, скажем так, голду на тачку. Ну, пока мне не хватает, реально, ну, вообще, если сотка будет у вас, 100 очков, вообще просто шикарно. Даже, даже 90 уже шикарно будет. Итак, в первую очередь по перкам. В первую очередь сразу же качаем. У нас мгновенная остановка. Вот. Видите, что дает 3%, там, 4% к работе тормозов. То есть тут 5 очков всего лишь вообще. Следующее. Сразу же ва-банк качаем. То есть 20% вероятность получения 2 очков навыков при каждом повышении уровня. То есть как вы будете повышать уровень тачки. Чем выше уровень, тем больше деталей, быстрее будет ехать и тому подобное. Поэтому, вот. Ну, сначала, конечно, не тормоза, а вот это вот ва-банк. Это в первую очередь. Сюда тратим. Потом миссионерство. 5 очков. Вот. Стоит на 10% больше опыта. В заданиях. Я потом покажу, где те задания и как набивать там всякие разные фишки. Что тут у нас еще? Команда. Команда, это если вы играете, например, онлайн с кем-то, выполняете какие-то миссии. Ну, я сам пока играю, как бы, не знаю. Мне в команде сюда тратить нет смысла. Дальше, естественно, это управление. Машины увеличивается. Надо однозначно. Дальше. Тут есть такая хрен страховка. То есть машину, когда бьете, страховка стоит, боже, да, на копейки стоит. Не стоит вообще тратиться, запариться. Во время гонок, обгона вам будет помогать спутниковый навигатор. Полный бред. И так все нормально. Тут все видно, куда ехать слепой. Есть вот эта интересная тема. Ну, ее можно и то чуть подальше, когда, к примеру, вы захотите уже покупать суперкары, гиперкары, всякая такую хрень, то потом вам надо, конечно, прокачать. Вот, в принципе, меня вот на это 8 очков и не хватает для полного счастья. Вот. А одно очко стоит 100 тысяч денег, то есть игровых. Ну, 100 тысяч это как бы, ну, вроде копейки, но на самом деле это ни хрена ни копейки. Их зарабатывать не так уж и прям просто, чтобы они накапали. Поэтому, скажем так, я бы сказал, это, ну, дорого. То есть, а 400 тысяч потратить только на 4 очка. Дальше, что у нас сгарит тут? Разблокируйте приложение мобильный механик, то есть вы в дороге прям можете тачку отремонтировать. Она все равно неуправляемость, ничего у вас не... Ну, даже если она побита, ничего на это не влияет. Вообще похрен. Управляемость как было, так и есть. Переходите просто в гараж и у вас все в порядке. Дальше. Новый мир. Все, что находится в пределах 550 метров, игрока становится видимым, не видимым. Бред, короче. Нахрен не нужно. Золотые умения. Вот это надо. Потому что у вас на 10% больше опыта в заданиях на умения. Умения вот вместе в паре с этим еще на 10%. Уже 20% дадут вам. Что, в принципе, и надо. Ну, а тут все вот эти нижние, ребят, это, к примеру, тут на внедорожник на 10%. Там, насколько там будет. А на 12 максимум, сука, 24. На 30% дешевле будет стоить. Ну, блин, не так уж и дорого можно подсобирать, не стоит. Вот это да, с этим я согласен. Потому что это на все тачки абсолютно, особенно, которые стоят по миллиону. То есть, будет там по 800, к примеру. То есть, 200 тысяч, это не стоит на себе. Где-то пару часов катать точно будет, чтобы их набить. Поэтому, ну, можно, да. Дальше. Преимущество на старте. В PvP. То есть, уже против игроков в онлайне, когда вы будете гонять, у вас просто нитро в исходу. Нажимаете нитро, и как и виндизель, и погнали. Дальше. Разгон машины при использовании ускорения. То есть, ну, форсаж, грубо говоря. У вас нитро больше. Всякая такая тема. То есть, это надо. Тут, вот, сорви голова на 10% больше за трюки всякие. Вот. Потом, идеальная цена. Ну, тоже скидки, скидки. Вот. Разгон вашей машины увеличивается на 5% максимум. Это надо. Дальше есть. Выгодная дружба. На задание группировок можно отправлять двое друзей. Тут такая фишка есть. Можно отправлять друзей, и вам за это больше денег там, короче, как бы капает. Ну, я пока не отправляю, как бы. Вот. И друзей там не сильно много. Поэтому, если у вас там дохренища. Ну, пока на начальном этапе вам это не надо. Дальше. Дурная слава тоже тут, короче, как бы толком не надо. Тут на 4% больше очков репутации. Не, ну, можно потом, когда они есть. Это в ПВП, когда вы против людей будете играть. Тогда нормально. Вот тут, конечно, надо. Очки в любом задании на умение набираются на 12% быстрее. Это надо. До красной черты. Максимальная скорость вашей машины увеличивается. Нужна тема. Конечно, нужно логически подумать. И тут на 10% больше опыта в участии в ПВП и событиях. Ну, как бы вот так вот. То есть, в принципе, основное все на тачку, все есть. Форсажи, шмажи, там, всякая вот такая тема. Фу, вроде бы с этим разрулили, да? Ну, главное, вот эти никогда не тратьте сразу на тачку. Потратьте их на очки опыта, сразу так купить очко, навык, короче. Вот заходите, например, так, хоп, а купить. И все, и покупаете. Вот, ну, покупить ее уже нет. 2000 нет, оно стоит одна. Уже нет. А так 100 тысяч, смотрите, это нормуль так. Дальше. Поехали. В принципе, с перками сюжетной линии вы поняли в этой теме. Так, однозначно. Дальше, потому что я пытаюсь максимально новым игрокам рассказать, как бы, что почему. Коллекция. Тут у нас есть гребаные тачки, да? Сразу говорю тут по тачкам. В первую очередь, ребята, я вам советую однозначно. У меня-то, короче, был изначально Chevrolet Camaro SS. Ну, блин, мне это Chevrolet. Ну, на начальных уровнях, может, и прикольно. Ну, дальше внедорожник полная хрень, короче. Суперкар полная хрень. В общем, нужна охренительная тачка. Поехали по тачкам. В первую очередь, для стриткаров, которые нам надо. Стриткары, которые будут даже проходить в сюжетной линии. И так вообще. Внедорожники, стриткары. Сейчас покажу. Так, значит, короче, в первую очередь, я вам советую брать Nissan Skyline. Это не то, что потому что я тачки сам много тестировал. И мне нравится ездить на нормальных тачках, а не на, скажем, голевых тачках. Поэтому берем Nissan Skyline GTR. Однозначно. Это стриткар. А он тут просто бомбезный. Полный привод, просто улет. Это из стриткаров. То есть, короче, вот он, красавчик. Сейчас я вам покажу. Вот такой, короче, гребаный, как вы видите, стриткар. Вот, что он себя представляет, в принципе. Ну, вот такая, короче, кемка. Слышите, как шлифует. Я вот немножечко подраскрасил. Как бы такие всякие моменты, блин. Ну, вот, что тут сделать. Ну, вот, видно. Такая вот машина уже. Это стриткар. То есть, она как бы тут едет вообще, скажем так, шикарно. Поэтому, если хотите побеждать, берите Skyline. Также, короче, я вам еще посоветую в некоторых планах, помимо Skyline. Так, ну, ладно, там много еще. Там еще есть этот BMW Z4. Вот, поэтому не буду листать. Тут до хрена листать 15 страничек. BMW Z4. Nissan Skyline. Ну, в начальном этапе там потом будете разбираться. Поэтому я сразу скажу, Nissan Skyline, внедорожник. Nissan Skyline, одна из лучших. И, конечно же, RUV-RT35. То есть, вот, чисто для ралли. В чем у нее фишка? У нее фишка в том, что, ребятки, скажем так. О, такое. Она заднеприводная. Заднеприводная отачела. Поэтому, в принципе, кто любит подривтить. То есть, внедорожник охренительный. Советую, в принципе. Ну, легкая она, конечно, в управлении. Такая, легенькая. Но, при этом, тачка зашибись. Для внедорожника. Или можете сразу же, короче, забабахать себе внедорожник вот этот. Nissan Skyline. Так, что у нас дальше? Суперкары. Суперкары, ребятки. Суперкары. Сейчас я вам покажу про суперкары. Суперкары я, конечно, советую. Даже не все тут играет на ней. Все советуют, не только я. Это Lamborghini Aventador LP700. Вот. Вот эта машина, на которой я сейчас, как бы, гоняю. Вот она. Вот куда ты? Когда налево, давай, давай, налево. Вот, видите, моргает там хрень, короче. Что-то не поставил из запчастей. Потом еще одну фишку я вам покажу. Ага, вот, короче. А вот так вот улучшается. Видите, пример, у меня 57 уровень. Максимально тут 60. Раньше был 50, и сейчас 60 сделали. Вот. При этом, видите, как ТТХ улучшается. Разгон чуть. Так, ставим эту запчасть. Поставили. Все, все в ажуре. Вот. Поэтому эта тачка, я даже покажу потом, как она гоняет. Вот. Отличный суперкар. Дальше. Раллийная тачка. Раллийная тачка одной из самых лучших. Считается здесь... Сейчас я найду ее. Где ты, где ты, красавчик? Вот. Ага, тоже. Раллийный. Здесь Ford Mustang GT 2011 года. Выбираем этот Fordец. Вот, короче, такая машина. Тоже железо тут. Короче, надо коробочку немножечко улучшить. Ага, вот еще какая-то хрень. 48-й. Все, поставим. Вот, в принципе, вам и, скажем так, внедорожник. Ну, вот. Вот такая машина. И быстро, и в управляемости охренительная. То есть, как бы по классу уже, в принципе, у вас есть уже наброски. Какие тачки брать изначально, чтобы на них потом не париться и наслаждаться, как говорится. Но, как вы замечаете, вот здесь, видите, 1380. Вот. Пример, 1285. То есть, вот это поднимаешь запчасти. Чем выше вот эти запчасти, тем круче тачка, конечно же, едет. Пока максимально у меня тут, где тут выкачано. 1440. И гоночная. Одна. Есть разные. Феррари. Там всякая хрень. Есть не всегда самые дорогие. Едут нормально. Поэтому, пока я советовал Ламборгини Гольярда. LP570. Вот эту тачелу. Я не знаю, вы ее. Пока и горя знать не будет. Она прям на дыбы становится. Она просто сумасшедшая машина, на самом деле. То есть, я не знаю. Как бы по тачкам охренительная. Что я могу сказать? Она рвет с под себя просто крышу нахрен сносит. Вот. Дальше. В принципе, ну, я думаю, по тачкам, тут по перкам. В принципе, в краткости рассказал. Вот. Если какие-то вопросы будут интересовать еще по тачкам, задавайте. Потому что многие будут гиперкары, скорее всего, качать. Следующую я, скорее всего, буду качать. Это Ford GT40. Это однозначно. Вот, к примеру, есть тут тачки, которые прям не супер такие. Хотя и бабла стоит. Йохан и бабай. Как говорится. Ну, нахрен оно, типа, надо покупать. Поэтому, вот, смотрите. 211 тысяч. Фордец. Можно купить его. Вообще не хрен делать. Из него получается отличное тачело на своем уровне. На стриткарах вот миникупер. Он очень тоже рвет такой ничё. Ну, в принципе, вот так вот. Так. А, в краткости тут еще есть. Но тут это надо отдельно. Я покупал за тысячу, там, рублей. Это отдельный режим. На ментовских тачках тоже отдельно. Сюжетная линия гоняешь на ментовских тачках. Короче. Тут тоже можно купить, там, в полицейском участке. Пока вы делаете, не купите, то у вас ничего не будет. Как бы вы не сможете, там, проходить миссии. И участвовать в полицейских погонях. Так. Ну, в принципе, что. Поехали. Теперь я покажу, как, что там поднять. Насчет уровней и тому подобное. Так. Уровень. Вот 58-й у меня. Осталась, как бы, хрень уже. Но, тем не менее. Сейчас я вам покажу, как поднять уровень. Так. Берем, к примеру. Заходим в карту. И в нарушениях. У нас в нарушениях, ребят, есть вот такие вот пустые ящики. Но они есть платиновые, бронзовые. Чем меньше, типа, блин, тем... Ну, к примеру, там, все бронзовые. Там, наверное, километров 5-6 всего лишь проехать и все. Ну, и получите вы опыта. К примеру, там, 5000, может быть, 8, там, я не знаю. Но есть платиновые. Вот он. Тут ехать, конечно, подольше. Но при этом вы получите около 26-28 тысяч. Итак, что я могу сказать? В принципе, поехали сейчас проедемся в краткости. Это погоня. Я вам в краткости покажу, как, на что это похоже. На самом деле. Конечно, ребятки, дождь идет, чертова еще. И запись, конечно, наверное, сказать, не супер будет. Потому что все-таки влияет, влияет, как дурится, блин, на фпс. Смотрите, как тут, чувачки серьезные. Кто отвалит меня? Так, сейчас, короче, на трассу вылетим. Может, даже вид салона. Классно то, что можно погонять. Вот, реально, вид салона. Довольно очень комфортно ездить в этой игре. Поэтому я не знаю. В этой игре просто дохренища всякого интересного. Даже фпс стабильнее. Потому что... О-о-о-о-о. С дороги, с дороги, с дороги, с дороги. Опа. Хранитель активирован. По хранителям я приблизительно, ну, вот внизу там, потом сами разберетесь. Я лично выбираю так, чтобы мне движок там, электромагнитный импульс, не использовали, отключая им во время таких прохождений. И, конечно же, вырубаю всем полицейским машинам движки, тоже используя электромагнитные импульсы. То есть машина, в принципе, летит, что я могу сказать, охренительно. Вот, видите, уже 13 километров осталось. То есть, в принципе, как бы... Но, если просто где-то летит, то вы просто задолбаетесь. На самом деле. Очень долго. Музычку я в игре, конечно, отключил, ребят. Потому что это... Потом на YouTube, когда заливаешь, оно, короче, парит. Поэтому, если кому-то... Я просто для демонстрации его покажу, и уже скоро видео буду заканчивать по всем подробностям. Просто чисто так, чтобы вы видели, насколько... Когда вы начнёте играть, какая разница между этим опытом и другим? Ну, как бы я просто с гаража выехал и сходу... Тихо-тихо-тихо-тихо. Кстати, управляемость меняется, когда погода меняется, тоже. Дольше-то там... А зимой так вообще в горных штатах вообще хренит. Нереально играть. Там тачка в серебряном, она постоянно шлифует. Ну, вроде 60 записывает, конечно, фпс. У меня это всё равно видео-то будет в 30 фпс писать. Поэтому всё равно... Я-то играю нормально, у меня тут всё... У вас там видео чуть-чуть будет, наверное. Дело не в качестве, там, показать мощность игры или, там, компьютер. А саму прокачку вот этих всяких кишек. То есть, даже вот, вы видите, в управлении машина исчезли. Парни исчезли. Ну, вот и мы практически уже приехали. То есть, вот такой отрезок времени у нас занимает. Для того, чтобы повысить уровень, сейчас вы увидите, насколько полоса будет заполняться, когда доеду. Ну, вот всё. То есть, как раз и продемонстрировал эту машину, на что она способна, в принципе. Так, вот смотрите сейчас. Хоп. Получаем мы деталь. Получаем коробку передач 58 уровня. Вот. Вот. И уже на одну единичку эффект улучшился. Устанавливаем деталь. Теперь смотрим, насколько, короче, сейчас повысится. Вот, смотрите. Опа, видите, полоса заполнилась. Насколько? Получил я опыта 26 тысяч. Вот. То есть, ну, как бы это немало. Это нормально. Поэтому вот так вот вы уровни повышаете. Вот. Дальше. Что в плане чего там ещё, как, ребята, надо... Сейчас перейдём. Я вам покажу. Как повысить теперь, сами запчасти набивать, да? То есть, уровень уже машины вы поняли, как набивать. Таким способом вообще полицейских погонях самое оно. Теперь выбираем задания и умения, которые мы в перках прокачили и все остальное. В фильтрах заходим. И самое простое, что есть, мне кажется, вот здесь. Это прыжки. Можно на скорость гонять. Можно ещё что-то. Ну, вот прыжок, к примеру. Смотрите, выбираем этот прыжок и у нас появляются вот такие вот фишки, где можно попрыгать. То есть, мы можем ещё увеличить. Ага, к примеру, рассмотреть. Ну, к примеру, выбираем прыжок. Но, видите, здесь опыта нет. Без опыта. Поэтому опыт вы здесь не прокачиваете уже. А чисто набиваете детали. Ну, делаем вот так вот. Быстрое перемещение. К примеру, тут солнечно, дождика нет. У нас тут всё охренительно. И что мы делаем в свою очередь? Ну, едем. Сейчас покажу, как, в принципе, на прыжках. Нихрена меня заветело. Тихо. Смотрите, сразу. Платина. Смотрите. На два уровня ещё. Хопа. Хоп. 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 Нажимаем. И... Что у нас получается? Едем опять. То есть, уже улучшилась... Тачка. Поехали. Хоп. Хоп. Нажимаем ещё на две единицы. Хоп. Хоп. Нажали заново. Всё. Поехали опять. То есть, в данный момент, и так вы можете разное выбирать. По карте, скажем так, где вам угодно попрыгать, короче, там. Ну, мне кажется, это самое оно. Есть, короче, на деньги, там, на дрифт, там, ещё что-то. Дрифтуешь, там, где-то вот здесь, в озере, вот этом, как озеро Мид, по-моему. Чё-то, типа, того я ещё не ошибаюсь. Но это всё бред, короче. Самый лучший заработок денег, когда вы там перки докачали, всё остальное, это режим ПВП. Группировки ПВП. Вот они появляются. ПВП группировки. И здесь уже нормально вы можете, короче, пацаны, поформить бабло. Понимаете, в чём фигня? Ну, к примеру, там, выбирайте, выбирайте как, каким способом, нажимаете. А, сейчас, что тут у нас есть? Ну, к примеру, играть. Хопа, играть. И выбирайте открытая, не частная. В частной вы ничего не получаете, короче. Это вы можете сами создать. Открытая. Дальше, потасовка. Не команда на команду, а потасовка. Всё, поиск ПВП игры. И, как бы, здесь уже, увы, можно выйти к ядрине-фене. И поиск игры происходит. Вот, можете пока кататься, пока там этого ПВП. И там уже зарабатывают ребята деньги, короче. Вот. Но, при этом, я вам скажу, что там будут чуваки покруче. В ПВП лучше играть. Надо хотя бы докачаться с самого начала в 50-й уровень. Потому что вы зайдёте, к примеру, даже купив тачку. У вас получается, видите, гоночная. У меня написано 1445 слева. 1445. А вы заходите, а там у чувака, к примеру, там, тысяча. То есть, вы его прям стоячим. Вот так, с места. Хоп. И пошёл. А вот там сзади, короче, где-то едет. Поэтому первым вы не приедете никогда. Это однозначно. Но! За это вообще можете не переживать. Даже если вы третьим, четвёртым, вы получите неплохо денег. То есть, даже при хреновом раскладе 11 тысяч вы получите. А так, если там первым приедете, 16 получите, да? Ну, вот. 18. Ну, то есть, в общем, в принципе, не такая велика потеря, как говорится. Ещё последнее, что бы хотел, чтобы, если для опытных гонщиков... Ну, я-то, в принципе, опытный. Я всю жизнь в гонки играю, как бы. Разные все части инфоспиды. Всё, что столько возможно пройти. Оп, 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 оп. Сейчас я выйду, короче. А вот, например, нас закинуло в PvP. То есть, против онлайн, да? Против других игроков. Ну, вот уже, смотрите, уже собралось. Целая, целая куча. Минута до отсчёта идёт. Вот. Чувак первый, у кого самое больше очков там. Здесь, ну, пока тут все новые. Зашли. Пока первый он, походу. Он выбирает карты и всё остальное. Ахи кого интересует. Ну, мы покидаем эту хрень. Выходим с неё. Так, и теперь покажу последнее. Это, конечно же, ребятки. Так, насчёт управления. Для новичков. Смотрите. Помощь в управлении. У всех, видите, вот этот руль. Жёлтый. Это спорт. У меня режим спорт для опытных игроков. Есть без помощи в управлении. Вот. То есть, полностью ваше управление тачки, как бы, ну, не полностью, она всё равно, компьютер вам помогает. Поэтому я ставлю спорт. Но есть ещё для опытных прям игроков прям вообще жестя. То есть, вообще ноль никаких. То есть, полностью машина в вашем распоряжении, как говорится. Ну, я ставлю на спорт. Это нормально мне, как бы, достаточно. Но не включая вот это, спорт у вас, получается, если на этом режиме, у вас управление, даже сама машина. На прыжках часто такое бывает. Я еду на трамплин, а у меня машина в поворот начинает входить. То есть, потихоньку сама доворачивать. Уходить с трассы. То есть, вот такая, в принципе, беда. Ну, как бы, я думаю, самое главное, ребят, фишки. Я вам всё рассказал. Я даже не знаю, в принципе. Остальное всё, что интересует вас, я думаю, всё будет понятно. Вот так вот. Поэтому, я думаю, максимально пытался вам рассказать и показать. Я думаю, было полезно. Ставим лайки, подписываемся на канал. С вами был Иператор Прайм. Всем удачных гонок. Всем удачи в прокачивании тачек, закрю и тому подобное. Всем пока-пока, ребята. Я думаю, было полезно.